спасибо на икон за приглашение выступить сегодня и нашим амбассадором спасибо максим метрофанов и анжеле мальцевой за их помощь сегодня мы будем говорить о ценности и преимуществах использование мета-данных меня зовут ванесса фэрхерст и сегодня со мной выступает моя коллега сюзан коллинз мы обе работаем в команде комьюнити-энгейджмент в кросс реф если у вас возникнут вопросы по ходу презентации мы будем рады ответить на них позднее и это наша повестка на сегодня краткое описание того как зарегистрировать контент в кросс реф также важность мета-данных кросс реф в плане качества и количества как можно улучшить мета-данные и где можно найти дополнительную помощь и поддержку по кросс реф далее вопросы и ответы и так прежде всего регистрация контента есть много типов контента который можно зарегистрировать в кросс реф большинство знает что дела используется для статей но также кросс реф принимает другие типы контента которые перечислены здесь каждый тип имеет разные мета-данные и разные форматы и 75 процентов нашего концент контента это статьи 15 процентов это книги и есть гранты это небольшая область но растет она достаточно быстро так как кросс реф становится все больше когда вы присоединяйтесь как кросс реф вы получаете префикс к аккаунту и а также здесь необходима diy для каждого каждой единицы контента diy это три секции первая часть это адрес резолвер каждый diy это идентификатор но также это и действующая ссылка это значит что ее можно открыть через браузер синяя часть это префикс и она он дается каждому члену и она выглядит таким образом это 10.5 цифр раньше было всего четыре цифры после точки но с 2012 года используется 5 и тех у кого есть одна публикация есть те у кого множество публикации префикс используется для регистрации всего вашего контента даже если типы контента вашего разнятся это могут быть и журналы и книги но не нужно так привязываться к своему префиксу потому что контент может переходить от одного издателя к другому в связи со слияниями и поэтому здесь нет необходимости необходимости привязывать к префиксу когда меняется владелец контента и далее идет суффикс и эта часть diy которая дается издателям и она уникальна для каждой единицы контента и ваш суффикс должен быть простым и коротким простым и коротким для того чтобы его было легко использовать и всегда поддерживать его чтобы он также не занимал много места при цитировании суффикс той не должен что-то говорить все конкретные о единице контента это просто то что мы используем для регистрации когда вы делаете суффикс вы можете использовать буквы и цифры и некоторые другие знаки такие как и дефисы и скобки некоторые используют ассм или количество изданий или также аббревиатуры названия неважно каким методом вы пользуетесь для того чтобы отслеживать все свои публикации но делай это ссылка вы не можете здесь потом и что-то изменить в нем также важно понимать что у каждого члена есть свое расписание публикации это может каждую неделю месяц или год и делай может быть зарегистрирован в любой момент и когда ваш контент есть вы можете получить идентификатор и начать использовать ссылки кросс рефте уай может вы хотите либо на полный текст если у вас есть open access или на лендинговую страницу которую вы поддерживаете такая страница может показывать список литературы для вашей работы а также делай может может быть использованы могут быть показаны инструкции на доступа к полному тексту например оформление подписки это контролируется издателем но лендинговая страница должна быть доступна для всех читателей таким образом когда члены регистрируют свой контент у нас и они дают на большой объем метаданных включая такие вещи как название имя автора asn aspn также аннотации о списке литературы и так далее и все что касается публикации в целом и далее это уже можно будет найти через тело инструменты и услуги которые предлагают а те кто с нами работает мы работаем с разными практиками публикации и при этом мы просим как можно больше метод данных предоставлять и чтобы они были точными и комплексными чем лучше это сделано тем лучше будет далее идет идти распространение вашего контекста есть и разные опции для метод данных есть и традиционные схемы есть также эруа реестр научных исследований исследовательских организаций и такой идентификатор это все идентификаторы грантов отчета рецензии ссылок на связанные данные все это можно использовать у нас 29 сентября будет соответствующий вебинар и также можно посмотреть на нашем веб-сайте дополнительную информацию о том о чем мы сейчас упоминали и есть различные инструменты которые доступны для того чтобы зарегистрировать контент его можно зарегистрировать через xml направив его нам напрямую и если вы используете различные платформы есть также плагин OGS для Crossref немножко подробнее поговорю о форме размещения и всех остальных способов которые здесь указаны так создание xml файла в конечном итоге все сводится к xml формату у Crossref есть специальная схема эта схема это правило которые показывают что можно быть может быть включено в каком формате наша схема достаточно жесткая но она комплексная и некоторые члены регистрируют контента создавая собственное xml используя нашу схему и загружается в нашу систему можно за найти документа на нашем веб-сайте о том как это сделать когда вы регистрируете новый контент с нами или добавляете метод данной в уже существующей записи но не все члены могут сделать собственное xml поэтому у нас есть альтернативные возможности у нас есть форма размещения метод данных которая заполняется вручную это web deposit form это форма очень базовая вы вводите свои данные поле за полем и далее вы начинаете процесс создания xml можно использовать и для журналов и для книг для материалов конференции отчетов и нет необходимости знать как делать xml можно просто пользоваться этой формой также ее можно использовать для дополнительных метод данных этой информации по лицензированию по фондированию через смссб файл и наконец многие пользуются интеграции OGS и Crossref соответствующей платформой а у нас есть плагин который был сделан в соответствии сотрудничестве с Crossref для того чтобы опубликовать контент у нас pkp это проект публичное знание если вы используете OGS 2 или 3.0 или 3.1.1 пожалуйста обновляйтесь до OGS как минимум 3.1.2 самая последняя версия это 3.3.6 и также есть несколько контент плагинов которые также доступны для для ссылок для проверки схожести и так далее и различные версии дают разные возможности но нужно обновиться до самой последней и pkp работает с нами и дает полную поддержку а всего необходимого и через OGS и когда вы регистрируете метод данные очень важно помнить о четырех моментах не важно каким методом вы пользуетесь для регистрации прежде всего совместимость ваши метод данные будут использоваться многими и нужно правильно их структурировать чтобы они были также машиночитаемы также нужно чтобы данные были полными чтобы они включали как можно больше данных например включали всех авторов а не только основных и также оркит идентификатор должен быть включен если он есть также данные должны быть надежными и должны быть точными чтобы не было ошибок или каких-то опечаток если что-то неправильно это может повлиять на то насколько легко найти ваш контент и также на то как будто работа различные научные сервисы опирающиеся на эти данные и также данные должны быть актуальными если что-то меняется вы должны обновляться например если что-то поменялось вы должны направить нам информацию для того чтобы ваш делай продолжал работать эффективно и наконец важно курировать и смотреть и мониторить свои мета данные регулярно поэтому нужно думать об этом как он живом организме который меняется и существующими то данные могут быть изменены обновлены в любой момент без дополнительной платы и сейчас я передам слово сьюзан она будет говорить все более подробно о важности метод данных и что они дают большое спасибо ванессе и так сейчас я буду говорить о важности мета данных об их качестве и количестве почему важно почему комплексные мета данные важны регистрировать регистрировать ваш контакт контент это не просто получить идентификатор для своей работы метод данные когда вы регистрируете в кросс реф идут дальше и многие другие организации потом могут использовать эти мета данные для того чтобы найти тот контент который публикуете и так как мета данные кросс реф стандартизированный и машина читаем очень важно чтобы ваши данные легко было найти через инструменты и сервисы других организаций здесь несколько примеров того количества организаций типов организации которые используют как мета данные кросс реф есть несколько примеров зачем искать мета данные и множество применения мета данных чем больше мета данных вы включаете в контент тем легче для других найти его обнаружить и для научных исследователей для организации они могут использовать кросс реф для того чтобы встраивать это свои инструменты и и также воспроизводимость очень важна и все опираются на работы друг друга поэтому очень важно когда мета данные содержит ссылки на протоколы на фондирование на рецензирование для того чтобы составить полную картину о работе добросовет в дополнение к этим моментам также мета данные помогает в такой таком основании более четком для добросовестности добросовестности научно-исследовательской и редакторской деятельности в плане отчетности и оценки здесь тоже могут быть задействованы различные организации университета и фондирующие стороны здесь все можно показать то насколько эффективны были эти государственные инвестиции дать дополнительную информацию по различным мандатам и показать больше информации по исследованию это и аффилиация с оркит идентификаторами и многое другое ты и отчеты рецензентов и припринты все это здесь есть и все помогает в этом процессе в кросс реф наши девелоперы используют мета данные для того чтобы строить инструменты поиска для того чтобы обеспечивать поиска по всем необходимым показателям вот эти бесплатные элементы инструменты помогают вам делать поиска по различным элементам по автору по делай по имени публикации по орке ассен и так далее мы посмотрим сейчас что у нас есть в нашей базе данных в интерфейсе поиска поиска фондирующих сторон вы можете найти их здесь например нас в примере месяц здравоохранения российской федерации здесь мы видим все публикации которые ассоциированы с этой фондирующей стороной и мета данные поэтому очень важно предоставлять такую информацию для облегчения поиска и если вы добавляете соответствующие данные ваша ваша информация появится в таком поиске другие поисковики также используют кросс реф мета данные для того чтобы подсветить такую информацию и связать одно с другим и в этом примере мы смотрим поиск по оркит идентификатору и это идентификатор моей коллеги ванессы в данном случае можно разные разные сделать действия этой отфильтровать и посмотреть метод данные и многое другое и если посмотреть профиль оркит мы также увидим какие результаты были добавлены в профиль за последнее время если пока еще ничего не было добавлено можно это сделать орки также поддерживает автоматическое обновление это это процесс который указан здесь это все позволяет автоматически обеспечить автоматический обмен информации между системами исследовательскими и оркит если например в кроссере в дается дается обновление оркит айди и мы используем метод данные здесь все это в оркит профиль автоматически добавляется как указано на слайде один из наиболее важных важных инструментов использования воспроизводимости это связывание ссылок делая ссылки связываются с с списком литературы или с другими объектами и соответственно из одной статьи можно перейти на другой материал через такое связывание ссылок и увидеть новый контент контент также для журнальных статей это обязательная пока такой обязательный показатель для того чтобы контент мог быть взаимосвязан один с другим а если мы посмотрим на этот пример мы увидим что в ссылках этих здесь указаны ссылки в референсах с делай и эти ссылки не сломаются со временем и всегда можно будет найти этот контент на которые они ссылаются а индивидуальные подписывают соглашение между собой зачастую между издателями чтобы делать такие такие и обеспечить такие возможности но это не самый эффективный путь но кросс рефы предлагает такую сетевую инфраструктуру которая дает более эффективные возможности для коммуникации и также наша команда с помощью редакторов и других коллег может помогать в этом процессе можно также добавлять один айф список литературы или в том в том элементе где то необходимо и также поисковые запросы это может быть более медленный путь и 5 xml это эффективно да но здесь нужны соответствующие навыки также у нас есть свои лукапы инструменты можно сделать копипейст списка литературы и мы сделаем делаем матчи которыми находим свои системы от же с также имеет плагин который помогает вам с ссылками этими связываться из списка литературы и большое количество членов кроссерс сейчас участвуют в инициативе за открытое цитирование называется айфорси эта инициатива это сотрудничество между научными редакторами исследователями другими стейкхолдерами которые поддерживают неограниченный доступ к данным цитируемости и сейчас многие вовлечены в этот проект и те у кого есть открытое цитирование конечно поддерживают такой проект это физические лица организации могут открыть метод данные и использовать наши каналы в том числе в августе 21 года определенная часть публикации с открытым цитированием выросла от 1 до 87 процентов это более 50 миллионов таких статей которые уже поддерживают и все эти возможности а также открытое аннотирование тоже сейчас развивается когда академические публикации научные публикации открывают аннотации для всех и на по ссылкам на указанном на слайде можно найти больше более подробную информацию об этих инициативах почему важно обновлять контент читателям важно понимать что они доверяют публикации и издатели журналы конечно это большой авторитет но иногда они нерегулярно обновляют работу и тем не менее этой работой нужно заниматься когда что-то опубликовано контент может меняться достаточно часто и читателям нужно сдать знать об этом и когда делаются какие-то коррекции какие-то изменения могут быть какие-то изыматься какие-то части тоже важно это делать и поэтому то что сделаны какие-то изменения, об этом нужно конечно уведомлять читателей, здесь есть такие возможности. И это пример кроссмарка без изменений. Вот это чаще всего видно. Если изменения возникают, он становится желтым. Если что-то было убрано, становится красным. И также здесь есть комментарий, который объясняет, какие изменения были. Здесь указана ссылка на издателя. Далее ниже мы видим дополнительную информацию по публикации и ее издатель мог включить для информации читателей. И дополнительная информация по публикации это и лицензирование, и спонсорство, ORCID ID, различные цифры, касающиеся тех или иных тестов, и также проверка сходности, схожести, которая была выполнена. И пример еще одного инструмента, который использует Crossref metadata downstream, это сайт. Здесь можно увидеть, что говорится о тех или иных работах через SmartQuote. Здесь контекст и различные доказательства или контур-аргументы. Здесь может быть критика или что-то, что расширяет ту или иную работу, обогащает ее. Здесь могут быть файлы в PDF и также можно увидеть ссылки на то, какие изменения были сделаны или что было изъято из работы. И этот инструмент очень тоже хорошо показывает и подсвечивает тот или иной исследовательский контент. Еще одна возможность использования мета-данных – это отчетность и оценка. Российский индекс научной цитируемости – это тоже часть Clarivate и электронной библиотеки. Электронная библиотека и редколлеги выбирают контент и показывают наиболее прогрессивную научную литературу на базе анализа цитируемости. Можно просмотреть здесь более 500 тысяч записей, более 770 ключевых научных, технологических, медицинских и образовательных журналов. И данные доступны на английском и русском языках. И здесь можно смотреть, отслеживать, оценивать российские исследования, научные исследования, смотреть цитируемости и понимать, какое влияние оказывает публикация на другие исследования. И Clarivate использует мета-данные для того, чтобы показывать полную картину в индексе цитируемости. Следующая возможность использования CrossRef мета-данных – это отчетность и оценка. Как часть проекта Freya, CrossRef использует OpenMetadata для того, чтобы смотреть Data Site Commons. Это единый поисковый интерфейс, где люди и организации могут посмотреть и Orchid API, и организации могут посмотреть Roar API. И здесь есть источник того, можно посмотреть информацию о том, как фондируются, какие публикации, какие институции они поддерживаются, какие поддерживают публикации. И здесь мы видим Московские государственные университеты и смотрим, какие публикации статьи были по годам опубликованы, сколько их было, какого типа, какие лицензии. Здесь очень много информации, которую можно посмотреть, и это помогает в отчетности и в анализе. Мы с самого начала участвовали в проекте мета-данные 2020, и результаты работы рабочих групп за последние несколько лет значительны. И здесь все это также увязано с целями устойчивого развития ООН. Поэтому открытые мета-данные помогают во многих прогрессах, во многих областях работы сейчас. И можно на мета-данные 2020.org посмотреть дополнительную информацию, тоже поучаствовать в этом процессе. И сейчас Ванесса подробнее расскажет о том, как можно сделать исправление и добавление вашей мета-данной. Спасибо, Сюзан. Надеюсь, что информация, которую мы представили, была интересной для вас по мета-данным. И сейчас мы хотели бы продолжить этот разговор. В целом, дополнительная информация размещена на нашем веб-сайте. И, конечно, эта презентация будет доступна для вас по завершении вебинара. Как улучшить мета-данные в CrossRef и другими организациями, куда вы подаете свои научные работы. Итак, прежде всего, давайте посмотрим на типичные ошибки, которые обычно мы наблюдаем. Вот это основные ошибки, которые делаются в мета-данных и по отчету нашей технической команды. Прежде всего, имена авторов отсутствуют или написаны с ошибками. Это одна из сложностей. Это часто происходит, но очень важно избегать такой ошибки, чтобы все имена были написаны правильно. Другая ошибка, которую мы часто видим, это устаревшие мета-данные. То есть, URL-адрес изменился и, значит, UI больше не работает. Поэтому здесь очень важно следить за этими данными по вашему контенту. Также отсутствуют иногда даты публикации. Это тоже очень важный момент, очень важная информация, которую нужно указывать. Могут быть сделаны в OGS обновления, но они не отправлены в CrossRef. Также есть ошибки относительно неправильного ORCID ID или, например, названия. Могут не совпадать. Здесь тоже бывают сложности, когда возникают такие ошибки. Их нужно избегать. И также могут возникать орфографические ошибки, опечатки. Это тоже то, что мы в системе наблюдаем среди ошибок. И некорректность мета-данных не дает возможности обнаруживать контент и делать его надежным и достоверным. Конечно, для всех это неудобно. Как исправить или обновить ваши мета-данные? Итак, для того чтобы это сделать, вы можете подойти к этому разными путями. И вот они здесь. Можно сделать повторную отправку мета-данных в XML-файле с исправлением старой записи за счет добавления новой информации. Здесь необходимы все библиографические данные, не только те, которые изменились. Так как в процессе апдейта обновления существующие мета-данные переписываются, необходимо действовать именно так. Также нужно понимать, что если вы делаете это напрямую через XML, необходимо увеличить тайм-спен элементы в мета-данных каждый раз, когда DIY обновляется. Если тайм-стэп не обновится, то также не получится общее обновление. Если вы используете WebDepositForm, вы можете это сделать для того, чтобы исправить мета-данные. Но, опять же, нужно взять все мета-данные по этой записи, которые у вас есть, прежде чем вы все обновите. Например, если вы видите опечатку в фамилии, вам нужно сделать copy-paste не только этой фамилии, исправив ее, но также и остальную информацию, которая касается статьи. Все это нужно обновить вместе. Если вы используете OGS, вам нужно найти запись, какую вы хотите обновить, оставить поле пустым для того, чтобы все стерлось и добавить новые мета-данные для того, чтобы все обновилось. И плагин Crossref Import Expert использовать для этого процесса. И также OGS 3.2.1 нужно использовать последнюю версию и плагин, о котором я упомянула. Для того, чтобы обновить URL, когда ваш контент переместился из-за миграции платформы или каких-то других причин, вам не нужно перевыставлять все мета-данные. Нам нужно просто CSV-файл, вам необходимо его отправить в нашу службу поддержки, и тогда мы все обновим. Пожалуйста, помните, что новый DIY никогда по апдейту URL не присваивается или трансферу названия. И нет никакой платы за обновление мета-данных. Вот два момента, которые нужно было упомянуть. И также, что еще нужно упомянуть. У членов Crossref есть, они подают свои мета-данные, но они не всегда оказываются корректными и полными. И может быть так, что ваши мета-данные в Crossref могут выглядеть так. Некоторые члены не могут направить нам какие-то элементы мета-данных. Может быть, потому что им не достают технических возможностей для этого, или они просто считают, что нет в этом необходимости. Но также мы видим, что многие наши члены не понимают, какие есть пробелы в их мета-данных, или какие мета-данные они уже нам направляли, или какие они еще могут направить в будущем. И поэтому мы сделали такой отчет, и сделали такой специальный инструмент, отчет об участии, где можно проверить, насколько качественны ваши мета-данные, и где вы можете получить дополнительную информацию. Почему мета-данные, комплексные мета-данные важны, они помогают вашему контенту. И также вы здесь можете посмотреть, насколько качественны ваши мета-данные, и этим инструментом можно пользоваться и использовать то имя в Crossref, с которым вы зарегистрированы. Вы можете использовать другие имена, это публичный доступный инструмент. Когда вы выбираете ту или иную организацию, здесь у нас Российское географическое общество в этом примере, вы видите отчеты и информацию об этой организации. И сверху видите имя, название организации и количество единиц контента DIY, который был у нас зарегистрирован с их стороны. И также эта страница показывает, сколько процентов элементов имеют, элементы мета-данных. Вот это элементы, которые мы считаем важными для того, чтобы контент стал более полезным и чтобы его было легче обнаружить. Это и ссылки, это ORCID-идентификаторы, и финансовая информация, и URL лицензии, и проверка схожести, Crossmark, если организация пользуется этим сервисом. И здесь указан процент, насколько это все выполнено. Если у вас различные публикации, каждый из них может показывать разные результаты, потому что разные редакторы, разный объем зарегистрированного контента. И здесь разный тип контента тоже можно выбрать. Вы можете посмотреть, какой именно контент вы хотите посмотреть в таком отчете. Каждый элемент имеет кнопку, по которой можно увидеть больше подробностей и по каждому индикатору с ссылками на более подробную информацию, объясняющую, почему эти мета-данные важны и как их можно улучшить. Вы можете посмотреть отчеты по типам контента из списка, выбирая тип, который необходим, или отчет по мета-данным по конкретных публикациям через поиск. И здесь будет такой выпадающий список, где вы можете выбрать то, что вам необходимо. Справа в отчете вы также можете посмотреть текущий контент или все за все время, или это установлено по умолчанию, или архив контента, то есть то, что более двух лет уже имеется. Когда вы работаете с этим инструментом, обычно используется текущий контент, который по умолчанию установлен. Например, то, что было опубликовано в 60-х годах, конечно, не будет иметь идентификатора ORCID, но некоторые публикации не имеют аннотации или по финансированию информации нет. Но, тем не менее, вы можете достаточно детализированно посмотреть всю информацию, которая вам необходима. Мы хотим помочь нашим членам сделать так, чтобы их мета-данные выглядели именно таким образом. И вы можете посмотреть через анализ отчетов, как выглядят ваши мета-данные. Вы можете связаться с нами и поговорить о том, как добавить мета-данные в свои работы. И здесь такие экспресс-решения, как можно улучшить мета-данные вашей организации в Crossref. Сделать списки литературы открытыми, к примеру. Далее предоставить информацию о лицензии. Включить информацию о финансировании, если это применимо. И начать использовать идентификаторы ROR. И также наставить на использование авторами ORCID с автоматическими обновлениями и цитировать данные. И в заключение хотелось бы сказать, что многие используют мета-данные для того, чтобы оценивать и повторно использовать те или иные работы. Поэтому больше мета-данных улучшает оповещение и узнаваемость. Более простое обнаружение. Это очень важно в научной среде. Важно также, на что ведут ваши мета-данные. Это нужно смотреть внимательно. Если вам нужна дополнительная помощь и поддержка, вы всегда можете обратиться к нашим документам. Сейчас они доступны пока только на английском языке. Здесь указана ссылка. Если есть специфические технические вопросы, вы можете пообщаться с нашей технической командой supportsobakacrossref.org. Также вы можете посмотреть форум сообщества Crossref, где можно задавать вопросы на русском или на английском. И также вы можете присоединяться к дискуссиям, которые ведутся на форуме. Мы также проводим вебинары. И вы можете найти записи наших предыдущих вебинаров на нашем веб-сайте. Большое вам спасибо за внимание. Сейчас мы готовы ответить на вопросы за то время, которое осталось на нашем вебинаре.